Кинорежиссер, драматург, поэт, публицист, телеведущий. В каком бы амплуа он ни выступал, его искренность и непосредственность подкупали зрителя и читателя. Непревзойденный автор комедии, который каждый раз находил новую формулу смеха. Это Альдар Рязанов. Он родился в Самаре. Его отец, Александр Рязанов, бывший комиссар дивизии, разведчик, служил в то время в торговом представительстве СССР в Тегеране. Сыну дали восточное имя, которое в переводе с персидского означает «хозяин страны». Вскоре Рязанова-старшего перевели в Москву на должность начальника винного главка. Когда Эльдару едва исполнилось три года, родители расстались, а в 1938 году отца Рязанова осудили. Вторым мужем матери, Софьи Шустерман, стал инженер Лев Копу. Эльдар Рязанов писал в автобиографии. Во время войны семья год провела в эвакуации под Нижним Тагиллом. Отчим работал на оборонном заводе, а маленький Эльдар ходил в школу, читал захлеб и мечтал стать писателем. Мое тогдашнее бытие не представляло интереса, так я считал в то военное время. Длиннющие многочасовые очереди за иждивенческой нормой черного хлеба по карточкам, трудный быт в эвакуации, прозябание в холодном бараке, где приходилось растапливать печку кусками резиновых шин, прожженных на свалке. Охота на гигантских полуметровых крыс, шныряющих по бараку. Умение готовить обед почти что из ничего, но конянчить младшего брата. Все это было буднями, прозой. А уж если писать, то о сильных характерах, экзотических далеких странах, о небывалых приключениях, больших страстях, думал я. Вернувшись в Москву, Эльдар сдал экзамены за 10 класс экстерна. Юноша хотел стать моряком. Он считал, что прежде чем писать книги, надо получить богатый жизненный опыт. Он отправил документы в Одесское мореходное училище. Но учебное заведение находилось в эвакуации, а так не пришел. За компанию с товарищем 16-летний Рязанов пошел на вступительное испытание во ВГИК, где его приняли на режиссерский факультет. В 1944 году курс набирал Григорий Козинцев, тогда еще молодой, но уже известный кинорежиссер, автор фильмов «СВД», «Юность Максима» и «Возвращение Максима». В 1950 году Эльдар Рязанов снял дипломный документальный фильм «Они учатся в Москве». С автором выступила его однокурсница и жена Зоя Фомина. После выпуска супруги начали работать на центральной студии документальных фильмов. И вскоре родилась их дочь Ольга. Рязанов как режиссер-документалист много путешествовал по стране. Снимал «Сахалина Кубань» – спортивное соревнование и сюжеты для новостных сборников. В книге «Неподведенные итоги» режиссер писал, «Документальное кино тех лет» не имело никакого отношения ни к жизни, ни к документу, ни к правде. Образделялся великий вождь, поспевалась зажиточная жизнь народа, всячески создавалось на экране ощущение постоянного всенародного праздника. В 1955 году он ушел на «Мосфильм», чтобы снимать игровое кино. Директора «Мосфильма» Ивана Пырьева он позже называл своим третьим учителем после Григория Козинцева и Сергея Эйзенштейна, который читал во «Вгеке» теорию кинорежиссуры. В этом же году в соавторстве с Сергеем Гуровым Рязанов снял первый советский фильм-ревью «Весенние голоса». Иван Пырьев, мастер музыкальной комедии, тот же предложил Рязанову взяться за сценарий «Карнавальной ночи» и услышал отказ. Молодой режиссер хотел заниматься серьезным кино. Но Пырьев был уверен, мелодрамы снимают многие, а создавать хорошие комедии могут единицы. Под нажимом всесильного директора «Мосфильма» Рязанов сдался. «Я показал маститым мастерам отрывки из «Карнавальной ночи», составляющие примерно половину картины. Среди членов художественного совета, к сожалению, не обнаружилось никого, кто в своей жизни поставил хотя бы одну комедию. Надо отдать должное уважаемым режиссерам. Они были единодушны в оценке. Снятый и под монтированный материал сочли серым, скучным и бездарным». После премьеры на Рязанова и исполнительницу главной роли Людмилу Гурченко обрушилась всесоюзная слава. Режиссер стал работать в комедийном жанре, по его мнению, хрупком и беззащитном, требующим особенно бережного отношения. Вышли картины «Девушка без адреса», «Человек ниоткуда», «Дайте жалобную книгу». В фильме «Дайте жалобную книгу» Эльдар Рязанов и сам сыграл небольшую роль главного редактора газеты. Впоследствии он нередко снимался в своих картинах в эпизодах. В 1963 году Рязанов и драматург Эмиль Брагинский написали сценарий «Украли машину». Так родился их многолетний творческий дуэт. Но снимать картину не разрешили. Вор Деточкин не мог быть положительным героем. Авторы переработали сценарий в повесть, и журнал «Молодая гвария» опубликовал ее под названием «Берегись автомобиля». В 1966 году Рязанов все же снял фильм по написанному ранее сценарию. Главного героя должен был играть Юрий Никулин, но во время съемок он уехал на гастроли с цирком, в котором работал. И настойчивый режиссер убедил сниматься Иннокентия Смоктуновского. Музыку для «Берегись автомобиля» написал композитор Андрей Петров, будущий соавтор многих рязановских фильмов. Режиссеры считают комедиографом. Хотя, по сути, комедиями являются только его первые фильмы «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса». Второй фильм менее заметен. Это попытка повторить успех первого фильма. Поэтому на главную роль была взята самая главная звезда 50-х Николай Рыбников. Но громкого успеха не получилось, хотя фильм получился очень неплохим. Сюда можно отнести удачную гусарскую балладу. Но все же ее успех был предсказуем. Она снята на основе очень популярной пьесы Гладкова давным-давно. Фильм этот знают все. С ним связана детективная история. Рязанов сомневался в подлинности авторства Гладкова. И в самом деле, после тюрьмы он не написал ничего, вообще ничего. Тем не менее, пьеса написана гениальными стихами. И фильм занял второе место в прокате 1961 года. Его просмотрели 31 миллион человек. Затем следует «Экспериментаторский человек ниоткуда» – самый незнаменитый фильм режиссера. Фильм про снежного человека, который попал в современную Москву, очень не понравился чиновникам, и его выпустили вторым экраном малым количеством копий. Фильм действительно странный. Первый опыт Рязанова в эксцентрике. Но гениального Яковлева и Юрского не касается. Они сыграли главные роли как надо. Также гениально сыграл в картине и Анатолий Попанов. Фильм этот вообще незаслуженно остается забытым, поскольку это один из лучших фильмов в фильмографии режиссера. Затем следует «Экспериментаторский человек ниоткуда» – самый незнаменитый фильм режиссера. Фильм про снежного человека, который попал в современную Москву, очень не понравился чиновникам, и его выпустили вторым экраном малым количеством копий. Фильм действительно странный. Первый опыт Рязанова в эксцентрике. Но гениального Яковлева и Юрского не касается. Они сыграли главные роли как надо. Также гениально сыграл в картине и Анатолий Попанов. Фильм этот вообще незаслуженно остается забытым, поскольку это один из лучших фильмов в фильмографии режиссера. Не все об этом помнят, но сначала была пьеса, которую написали Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. В 60-х годах она пользовалась большой популярностью у провинциальных режиссеров. Минимум декораций и действующих лиц, искрометные диалоги, любовь, а на выходе аншлаги. В общем, дешево и сердито, как и было задумано авторами комедии «Ирония судьбы». Взялись они за нее исключительно из желания подзаработать на стороне, а написали всего за две недели. Самым сложным было начать. По признанию Эльдара Александровича, мы с Эмилем садились и каждый день придумывали сюжет, пока случайно не вспомнили историю о пьяном мужике, которого друзья-шутники посадили на поезд и отправили в славный город Киев. К слову сказать, организатором шутки был известный композитор Никита Богословский, а происходило все 31 декабря. Однако возникли непредвиденные сложности, связанные в первую очередь с нежеланием Рязанова сокращать пьесу. Вся прелесть «Ирония судьбы» состоит как раз в том, что история разворачивается прямо на глазах зрителя во всех подробностях и деталях, а это минимум две серии. Но как только я заикнулся об этом, меня просто никто не стал слушать, вспоминая от Рязанов в своей биографии. Две серии в те годы разрешали, лишь когда постановщик хотел отразить какую-нибудь крупную глобальную проблему. Делать же двухсерийный фильм о любовных похождениях загулявшего доктора, да кому это надо? Однако Рязанова это не остановило. Он сделал ход конем, предложил свой фильм телевидению, им-то две серии не страшны. Самые большие проблемы возникли, как водится, при подборе актеров на главной роли Жене Лукашина и Наде Шевелевой. Занявшись кастингом, Рязанов быстро обнаружил, что отечественные актрисы, даже лучшие из них, не умеют играть любовь. К тому же их личные качества никак не соответствовали особенностями характера главной героини. Одна при поразительной нюансировке чувств была несколько вульгарна, и сюжет сразу получал иной крен, вспоминает Эльдар Александрович. Другую предал киноаппарат. Милая, славная в жизни, на экране она получилась значительно хуже. Третья, которой я восхищался в драматических спектаклях, играла великолепно, она оказалась начисто лишенной юмора. Не будем гадать, кто есть кто, но на роль Наде Шевелевой пробовались Людмила Гурченко, Алиса Фрейнлих и Стетлана Немоляева. Что до Барбары Брыльски, то ее Рязанов увидел во второсортном польском фильме «Анатомия любви» и понял, что это она. Единственным, но серьезным препятствием для актрисы оказался ее хриплый прокуренный голос, и неискоренимый акцент. А ведь Граиня – учительница русского языка, да еще и поющая. Менять национальность и профессию Наде Шевелевой Рязанову не хотелось, и он решил совместить внешность Барбары с голосами Аллы Пугачевой и Валентины Толызиной. Правда, забыл упомянуть их в титрах, что породило немало обид. Роль Жени Лукашина примеряли на себя Олег Даль и Андрей Миронов. Последнего почти утвердили, однако в конце концов решили, что роль не его. А вот Андрей Мехков, актер театральный, до этого засветившийся только в похождениях зубного врача, с первой пробы попал в десяточку. В его исполнении Женя получился не такой видевельный, как у Миронова, и не такой чудаковатый, как у Даля, а самый обычный, простой, в общем, такой, каким ему и следовало быть. Неважным оказался и тот факт, что Мехков органично смотрелся в образе героя под шофе, не вызывая при этом отвращения, а это редкое качество. Удивительная история произошла с его следующим фильмом. Дело в том, что снят служебный роман по пьесе «Сослуживцы», которая пользовалась большой популярностью. Ее решили поставить на телевидение. Рязанов увидел постановку своей пьесы в театре и ужаснулся. Он решил ее экранизировать сам. Служебный роман стал одним из самых популярных фильмов режиссера. С этого же фильма завязываются и творческие связи с Олегом Басилашвили. С ним он в 1982 году снимает еще один шедевр «Вокзал для двоих». Главной роли героини снялась Людмила Гурченко. Время творческого кризиса Рязанова – середина и конец 80-х. Символом новой эпохи стала трагикомедия «Небеса обетованные». В 1992 году на кинофестивале в Мадриде «Небеса обетованные» получили гран-при за лучший фантастический фильм. Рязанов вспоминал об этом казусе. Картина, с болью и горечью рассказывающая о наших бедах, о тяжелой жизни, о нищих, об обиженных системе людях, была воспринята на Западе как элегантная фантазия русского режиссера. Меньший успех выпал на телефильм о бедном гусаре «Замолвите слово». Премьера его прошла 31 декабря в 15.30, то есть в самое глухое время. Зрители не приняли эту трагикомедию Рязанова, а многие обвинили ее в русофобстве, поскольку основана она была на фантастическом сюжете о расстреле. Режиссеру напомнили, что не было казни в тот момент Николаевской России, а уж тем более никто не мог дворян заставить участвовать в казни. В это же время возобновилась работа режиссера на телевидении. В 80-е годы Эльдар Рязанов ввел передачу «Кинопанорама». Он снимал телеинтервью с известными людьми, творческие вечера и авторские программы. Стали издаваться его книги, пьесы, стихи, художественная проза, мемуары и публицистика. В тяжелый для отечественной киноиндустрии период спонсоры вкладывали деньги в его фильмы. После 1991 года режиссер снял около 15 лент для кино и телевидения. Эльдара Рязанова не стало 30 ноября 2015 года. Его именем названа «Улица в Москве». В октябре 2017 года в Самаре был торжественно открыт памятник кинорежиссеру рядом с домом, где он родился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова